Сделали мы фиолетовые, потом сделали нюдовые пудровые. Вот так они проносились. После нюдовых пудровых мы сделали бомбические розовые. Шикарный яркий розовый цвет. Проносила их клиентка полтора месяца. В принципе, она всегда все хорошо носила. Но в этот раз что-то пошло не так. Буду разбираться. Приветствую вас на моем канале. С вами Любовь Баварская. Приступаю к коррекции. Одеваю свои любимые розовые. Обеззараживаю ручки клиентки. Даю немного просохнуть и приступаю к спиливанию верхнего покрытия. А точнее сказать, оставшихся шести. Работаю твердосплавной фрезой с зеленой насечкой. Фреза закругленная с торца и ей очень удобно работать. Эта клиентка ходит у меня месяц в месяц. Каждые 30 дней делает коррекцию. Она была записана перед Новым годом, но не смогла прийти по причине болезни. То есть пропустила коррекцию. И смогли мы с ней встретиться только после Нового года, 4 января. А еще и праздник, праздник Новый год. И пришла она у меня без 4 ноготков. Ну, всякое бывает. Снимаем материал, я не увидела ни от слоек, ни проплешин. А это говорит о том, что в своей работе я не допустила оплошности. Но ничего страшного, буду восстанавливать. Все-таки она пропустила коррекцию и был Новый год. Продолжаю снимать верхнее покрытие. Клиентка устала от длины ногтей и попросила сделать их покороче. Желание клиента закон. Дочищаю небольшие от слоечки. Выравниваю наложением материала, чтобы следующий лег ровнее. И легким движением руки убираю ненужную нам длину. Приступаю к маникюру. Металлическим пушером отодвигаю кутикулу. Кутикула сухая, налипшая. Работаю аккуратно, без нажима. Стараюсь не забивать птеригий в карман кутикулы. Простыми движениями отодвигаю ее, прохожусь так по всем пальчикам. Алмазной фрезой зачищаю под кутикульное пространство и зону у боковых валиков. Стараюсь не внедряться далеко. Во избежание пропила ногтевой пластины и травмирования кутикулы. Работаю алмазной фрезой с синей насечкой, тонкий конус. Этой фрезой поднимаю кутикулу и отодвигаю боковые валики. Прежде чем делать срез ножничками, придаю форму свободному краю. Работаю пилочкой на 100 грит. Почему на 100 грит? Потому что свободный край состоит из искусственного материала. И пилочкой с более низкой абразивностью я буду пилить очень долго. А вот эти вот остаточки ноготков я подпиливаю стороной пилочки на 180 грит. Материал на них отсутствует и они очень тонкие. Пилка у меня двухсторонняя 100 на 180 грит. Немного поработаю и над этим страдальцем. Металлическими ножничками для кутикулы обрезаю ее. Во фрезер вставляю алмазную фрезу с синей насечкой. Фреза обратный конус. И приступаю к следующему этапу зашлифовки боковых валиков и кутикулы. Не слишком много, без особого усердия. Истончаю боковые валики. Убираю все шероховатости и неровности. Также зашлифовываю зону натурального ногтя. Убираю все торчащие чешуйки и натуральный блеск. Работаю без нажима. Фреза работает в режиме реверс. Примерно 15-20 тысяч оборотов. Переворачиваю ручку. Алмазной фрезой большой конус выпиливаю пространство под ногтем. И заодно убираю натуральный ноготь. Выравниваю всю эту зону. Зачищаю все скопившееся, весь гипонихий. В конце работы под ногтевое пространство я также покрываю топом. Просушиваю в лампе 2 минуты в перевернутом виде. Выпиливаю очень аккуратно, без особого углубления. Чтобы не снести зону состыковки мягких тканей с натуральным ногтем. Если в той области поранить клиента, ранка будет очень долго заживать и доставлять дискомфорт. Опилочные работы подошли к концу. Стрихнула пыль кисточкой, обезжиривателем протираю все ноготочки. И убираю остатки пыли. Даю просохнуть ногтевой пластине. И буду наносить ультрабонд. Наношу ультрабонд на середину ногтевой пластины. Стараюсь не задевать кутикулу и боковые валики. Чтобы впоследствии не произошло затекание материала. Первый базовый слой буду наносить гелем. Набираю немного материала на кисточку. И втираю в ноготок небольшое количество. В своей работе я использую твердый гель от торговой марки Ириск. Линейка Органик. Использую его совсем недавно, около 3 лет. А мастером маникюра я работаю 14 лет. И очень им довольна. Гель выдерживает даже тонкое наложение. И ногти не ломаются месяц-полтора. Но конечно же все зависит от длины. На короткие допускается тонкое наложение. А вот на длинные уже надо наложить потолще. Перехожу к наращиванию недостающих ноготков. В шаблоне вырезаю углубленную выемку. Для того, чтобы она стык в стык встала с натуральным ногтем. Склеиваю крылышки шаблона, разрываю соединение, распахиваю крылья и подставляю под ноготок. Смотрю за тем, чтобы весь край формы ушел под ноготь. И чтобы форма не была выше натурального ногтя. Прикрепляю шаблон к пальчику. На кисточку набираю капельку геля. Небольшое количество. Гелем формирую недостающий свободный край. Прокладываю гель по ногтевому ложу. Вытягиваю его на шаблон, формируя свободный край. Даю несколько секунд, чтобы он растекся. И отправляю на просушку в лампу на 2 минуты. В своей работе я использую LED лампы. Гель обязательно просушиваю 2 минуты. Сформировала вот такую толщину. И отправляю в лампу. Вот такой вот у меня стаканчик. Наливаю в него небольшое количество обезжиривателя. Промакиваю кисточку, выбивая из нее все пузырики. Конструирующий слой буду делать полигелем. У меня полигель от торговой марки Ириск. Ковер пинг 005. Из тюбика выдавливаю небольшое количество сразу на ноготь. Смачиваю кисточку в обезжиривателе. И начинаю приплющивать вот эту горку. Сначала разнесла ее по краям. Не торопясь, легкими движениями. Немного подминаю ее у кутикулы. Для того, чтобы мне была понятна толщина материала. И мокрой кисточкой начинаю протягивать по свободному краю. Весь полигель до самого конца свободного края. Слежу за тем, чтобы в кисточке не закончился обезжириватель. Когда кисточка начинает подсыхать, она рвет материал. Формирую опять зону кутикулы. Наложение материала у кутикулы должно быть небольшое. Если у кутикулы будет толстый слой, то материал обязательно спрыгнет с ногтевой пластины и даст отслойку. Продолжаю выглаживать материал. Убираю толстый слой с боковых валиков. И выглаживаю их. Движения легкие, как будто бы что-то крашу краской. Сильно не давлю на материал. Полигель не является самовыравнивающимся материалом. И поэтому, если надавить, образуется ямка, которую потом придется выравнивать и потратить достаточное количество времени. И вот кисточка моя начала подсыхать. И потянула материал. Обмакиваю ее опять. И еще раз все хорошо выглаживаю. Прохожусь по зоне боковых валиков. Смотрю, чтобы там не было затеков. Потому что эти затеки будет достаточно тяжело выпилить. Вот такое наложение у меня получилось. Отправляю в лампу на 2 минуты. Перехожу к следующему этапу. Отпиливание верхней формы. Выпиливаю материал пилочкой абразивностью в 100 грит. Полигель материал достаточно жесткий. И поэтому подойдет только 100 грит. Абразивность на 80 грит. То есть еще грубее. Не люблю в своей работе. Так как эта абразивность оставляет бороздки. Отпилила все ноготочки. Стряхнула пыль кисточкой. И протерла все обезжиривателем. Для покрытия буду использовать светоотражающий гель-лак. Приобрела вот такой вот гель-лак. И он не очень мне понравился в работе. Как-то он не очень светоотражает. Но им я покрою первый слой. И недавно приобрела вот такой вот X-Nile. Купила его на Valberis. Это топ. И у него реальный эффект светоотражения. Быстрыми движениями, не доходя до кутикулы, нанесла первый слой гель-лака. Тонкой кисточкой подтянула его к кутикуле. И конечно не забывая про зону у боковых валиков. Это гель-лак от торговой марки Шимерия. И я бы сказала на 50% обладает светоотражением. Но я покрою его для подложки. Потому что топ от X-Nile полупрозрачный. И когда на него не попадает искусственный свет, эффект у него, скажем так, ну не очень. О вкусах не спорят, но мне он не понравился. Поэтому наношу подложку. Тонкой кисточкой продолжаю покрывать подкутикульное пространство и зону боковых валиков. И не забываю про торец. Торец, то есть кончик ногтя, обязательно должен быть покрыт цветным покрытием. Этот гель-лак не растекается. И поэтому я сразу покрываю все 5 ноготочков. Нанесла первый слой и отправляю в LED-лампу на 2 минуты. Диско-топ от торговой марки X-Nile буду наносить в 2 слоя. И тогда точно получается сумасшедший эффект. Покрываю все 5 ноготков тонким слоем светоотражающего топа. И этот первый слой также просушиваю в лампе 2 минуты. Сейчас в работе я не меняла освещение. Но сразу очевидна разница в блике между первым слоем светоотражающего гель-лака и вот этим вот магическим топом. И это только первый слой. 2 недели назад я заказала первую баночку этого топа. Быстро она у меня закончилась и я тут же заказала вторую. Очень понравилось, рекомендую. И вот что у меня получилось. Эту съемку я делала со вспышкой, потому что без вспышки такой эффект заснять не получится. Обалденный, бомбический эффект. Буду прощаться. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Свой канал в YouTube я начала вести совсем недавно, примерно полтора месяца назад. Буду стараться снимать еще и еще много видео. Пожалуйста, поддержите меня лайками, мне будет очень приятно. С наступившим всех Новым Годом! Всем наилучшие пожелания в Новом Году! С вами была Любовь Баварская и до новых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok